3D Max выиграли на ней с очень напряженным эпичным счетом. Мы видели последние раунды вот у вертайма и там было что-то в районе. 26-22 была первая карта за 3D Max, вот сейчас вторая после этой карты, только мы будем смотреть Na'Vi, поэтому давайте сосредоточимся, что же здесь. Запускает раз на плент, продинамил левый фланг и, как видим, его закрыли вообще молниеносно. Последний Эйзи. Вообще раунд очень неординарный сейчас был, но вот тут еще пытаются сейчас между двух огней сыграть. Ой-ой-ой, как контратакуют Эйзи, опасно. Но на максимум пытался выжить. Ладно, 3-1, первый девайсный за клан Мистик, они его берут и будут продолжать давить. По-другому здесь уже не получится, как бы, да. Шаги от квоты 3D Max. Если будет 1-1 по картам, друзья, то матч Na'Vi стартует в любом случае, мы будем его смотреть. Но пока эта карта не доиграется, стартовать новей не собираются нам. Такое мне вот сообщил судья-чемпионат, главный судья и организатор турнира. Так, тем временем могу сказать, что у нас получилось раздобыть на Фрагбайт Мастерс эксклюзив. Вот это весело. Так что параллельно Старладеру будем смотреть еще с вами Фрагбайт Мастерс. Старладер стартует, кстати, что-то вроде послезавтра должно быть, да? В пятницу, в пятницу. И будет там, наверное, или 2-2, или 3 матча. Один. Na'Vi L-DLC. Один матч Старладера в пятницу. В 10, да? В 10 по Цету. В 11 по Киеву и в час ночи по Москве. Жесть, конечно. Так, ну и вот что касается Фнатик Лиги, я не знаю, как там будут с матчами обстоять. Но посмотрим, в общем-то. Вариантов просмотра разных событий у нас будет очень-очень-очень много. Ну, здесь 3-2. Клан Мистик ответили. Вот сейчас будет волевой от 3D Max. И, по-моему... Эх, по-моему, он будет для них последними, если сейчас у них что-то не получится. Так. Закидка флешками. Закидка дымом. Слушайте, ушли с подготовленной улицы. Сейчас 3D Max. Не знаю, зачем они её готовили и не стали оставаться на позициях. Но, видимо, они боятся луза на Аппленте. Потому что вот в прошлом и позапрошлом раундах, как видим, клан Мистик туда как-то просочились. Перестройка на инсайт также от клан Мистик. Снова уходит с улицы, оставляя скалу. Корцуют на внешке рейлз. И вообще убивают. Жесть, выход Апплент. И Будка играет неуверенно. МСЛ не успел сосредоточиться правильно. Фим десанит Апплент. Забирает бомб Хэрри. Видит мейн. Зажимает. Минус Фамаса. Кеннис. Ай, человек просто так не чихнёт. Я чихал в этот момент, друзья. Извиняюсь, Кеннис не затащил. Так, продолжается эта встреча. Вторая карта. И пока качели. Четыре-два-три-демакс отбили одну из атак. Смотрим. Пим. Улица АВП. Против него Джим. Икс. Атака М. И Пим. Вот не везёт этому датскому войну, на самом деле, в последнее время на снайперской винтовке. Если вспомнить начальный этап развития Counter-Strike Global Offensive, то Пим был одним, наверное, из самых непредсказуемых снайперов. Ой-ой-ой. Ну, вот здесь Кеннис сам, конечно, совершил ошибку, что стал чекать из-за красного. Вообще, обычно нужно пройти хотя бы как-то от стенки или там от мейна, и тогда, может быть, что-то получилось. Так, смотрим. Пим. Почти даёт второй минус, но SF его сконтрил очень быстро. Соответственно, девятка чистая. Попробуют, наверное, французы пройти длинный. Может, будет пробежка под маяк, но не рискнут. Не рискнут. Остаются в живых. Проходят. Потянут время. Ещё 45 секунд на самом деле есть. Это львиная доля просто времени, которую можно использовать более эффективно, чем просто проход. Под маяк. И вот G-MX избривают на мейне. Остался, как отрезающий клан Мистик, шагами. Шагами идут через длинные. Об этом догадываются датчане. Рэлз вообще играет до контакта. Залетает флешка. Второй нет. Весь граната в левую. Повезло немного Рэлзу сейчас. Ну, и ещё от одной флешки он здесь, в принципе, легко увернулся. Ну, 3D Max уже знает, что выход на закрытый. По-моему, да, бомба ставится по тверцу. Ребятки, Киашим, АВП. И вот Неждан для Эйзи. Вот это луз. Вот это сейчас будет просто трюс. Скорее всего, Киашима ноу-зум не выходит. SF встаётся 1 в 3. Ситуация для него напряжённая. Надо пытаться стрелять, но Глэйв. Ого, поставил на P2000 жёстко. Минус SF в длинном и бомба Дэвидсон. Ну, датчане относительно спокойно, как видим, здесь разобрали эту бомбу. Даже проблем не возникло. Единственное, что мог Киашима удивить со снайперской. Но АВП пока не его конёк. Хотя, знаете, реакции этого чувака, этого игрока очень удивительные. В прошлых матчах он просто трубил вовсю и давил за всю боль. Параллельно читаю чат twitch.tv, отвечаю на ваши вопросы. Где Юра? Юра скоро будет. Не переживайте. Может, конечно, он ещё отвлечётся чуть-чуть от комментирования на матче NAVI-T2. Но вот будем надеяться, что всё будет. Но мы в любом случае сегодня до поздней ночи смотрим с вами отборочные EMS. Нам нужно всё-таки узнать, получат ли NAVI квоту или нет. Сразу в Котовицу, чтобы все могли выиграть. На DreamHack они были приглашены. А вот что касается Котовицы, здесь, конечно, да, надо доказывать то, что они смогут. Опять же, гранд-при турнира на 250 тысяч. И на DreamHack ребята из NAVI просто сыграли никак, можно сказать. Просто никак. Так, ну что ж, SF. Так, ну, пытается здесь упор пробрить. Думаю, то, что тут была какая-то аркада. Аркады не было. Pimp минус GMX. Он вылезает на табло уже сообщение о том, что начался матч NAVI-T2. Но на самом-то деле он ещё не стартанул. И мы сейчас просто будем ждать этого кульминационного момента старта. Матч стартует, друзья, сразу после того, как команда NAVI... Вернее, как команда 3D Max, клан Мистик доиграют вторую карту. Но мне что-то подсказывает, что играть они будут очень долго. Ладно, Харц последний. С бомбой. Вот его сейчас должен здесь Эйзи забирать. Спокойненько, уверенно. Харц вышел на шифте. На что рассчитывал, непонятно. Но это всего лишь плановое эко. 6-2, 4 раунда разница. В общем, задача 3D Max здесь сейчас не дать ни одного раунда больше вообще за атаку клан Мистик. Потому что эти парни лузовый минимум... Ну, вот для этой карты, для них лузовый минимум это 3-4. И этого будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем, как бы, да, спокойно продолжить играть на верочку. Во второй половине пистолет... Конечно, рандом пистолетных раундов остается, но... Не так уж. Не так уж все грубое. МСЛ. Убудки. Игра через инсайд медленная. Вот французы на этот раз слишком быстро, по-моему, улицу зафейкали. Да, Ралс понял, что пусто дал инфу. Длинные занимали. И 3D Max готов принимать аппадает дым практически сразу. Отличный тайминг от Глэева. Вот просто чувствовал он эту дверь. Но, к сожалению, его тиммейт не справился с выходом с будки. И плент-ап был захвачен. 3 в 3. Пытаются играть в ровный размен. Но, как видим, не получается. Пим-пинус СФ. 1 в 2. Ну, бедняга СВП, конечно. Ему тут вообще что-то сложно сделать будет. Но еще одна подобранная граната. И... О-хо! Да-да-да. Вот именно это и было. Понимал сейчас, пим, что смерть грядет к нему быстро. 6 в 3. И все не так уж хорошо. 3D Max. По счету, в принципе, мистики могут сейчас взять 4. Если это произойдет, то... То 3D Max придется, не знаю, уже вспоминать, как играть за атаку на этой карте. Я просто сомневаюсь, что они ее вообще готовят. И, насколько мне известно, это пик даже вроде бы как не их. Так, где Na'Vi? Ребята, матч Na'Vi будет сыгран после второй карты. Матч от 3D Max. Клан Мистик. И мы все, естественно, будем ждать. С нетерпением этого момента. Так, Rails. Так, ну вот на этот раз французы... Слушайте, уже 3 разных стиля показали в 4 раундах. Это радует. Вот последние их, конечно, матчи на Fnatic Fraga Out League показали нам то, что клан Мистик Нюк игрался все более... Ну, более как-то, не знаю, фристильно, да, свободным стилем никто... Никаких-то конкретных красивых раскидок мы не видели, подготовок не видели. Но здесь уже ставка другая. Здесь команда старается, несмотря ни на что до конца, и будут, наверное, даже экспериментировать с какими-то моментами. Все-таки разыгрываются квоты на гранд-финал чемпионата. И эта квота действительно заветная. Вы попадаете сразу же сходу просто в заветный призовой фонд 250 тысяч долларов и даже едете не в минус. Это радует. Так, Киашима проходит. Проходит, ребята, как видим, длинный из клан Мистик. Киашима первый в звене. С ним еще бомб кэрри. Бомбу, кстати, будут, наверное, ставить опять же на дверь. Rails перехватывает инициативу и попробует сейчас затормозить длинный. Ну, GMX-у не дал, в принципе, зайти в каналки уже хорошо. И выйдем эти свилки. Как минимум один есть. Ставится бомба. Выходят два игрока. Клан Мистик на плант. Один перехватывает, второй ставит. Ну, ситуация не АБЦ, так сказать. Глейв, Rails вдвоем с каналок. Под флешку Глейва. Нет, не кидает флешку Глейв. Бомба, посмотрите, стоит на дверь. Ну, понятно, что все в длинном. Может, будет обходящий. Зачитали Киашиму, забрали. Отлично. Rails сейчас будет дефить. Отдается СФ длинным, остается Харц. Ну, и тут АБЦ прием. 3D Max просто ждали, когда французы поставят эту бомбу. И там уже выбора у французов не оставалось. И вообще даже шансов не было, если вздраво-то взглянуть на все это. 7-3. И 3D Max пока что за защиту лидирует. Все не так уж плохо. Как показалось, на самом-то деле изначально. В общем, мне очень понравилась эта бомба. Знаете, она мне запомнится надолго. Кстати, если... Где же она ставится? Ну да, вот на этой где-то площадочке. От Икса под один дым. Минус только в том, что если вы играете закрыто, как это делали клан Мистик, то, по-моему, будет слишком банально сидеть в длинном. Поэтому нужно, наверное... В идеале, наверное, у клан Мистик там по плану. Был еще кто-то, кто должен заходить в спину. Только что-то мы не видели этого парня. Либо это звено убирают в начале раунда дача. Либо что-то совсем не... Либо что-то я напутал. Ладно. Так, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Проходят молотов на рампах. Киашима попытается сейчас закрепить. Но уверенность, нет. Не стал рисковать идти под маяк просто. Сидан, плиз. И... Рэлс. Повелитель закрытого пункта. Так, в общем, что-то французы тут опять придумывают. Когда все было просто и понятно. Они решили опять себе добавить проблем. Так, СФ. Не пугал МСЛ, но... Ого! Еще и завтыкал на лестнице. Хотел убежать наверх. Но понял, что не надо. Хард слезет на девятку с бомбой. Ходя с вилки. СФ должен был туда просочиться, но не смог. В итоге СФ просто здесь драйвер. Так. Ну вот это вообще просто идиотизм. Высшей стадии. 80-й левел плюс троллинга. Друг друга задергали. СФ попытается с четырьмя ХП сейчас потащить. Ну, если... Ну, против Пимпа, в принципе, он может потащить. Ставится бомба. Но граната, опять же, показалась трехочковой. Ну, Пимп прочитал здесь действия игрока атаки. Понял, что бомба будет ставиться по 9. И за жердочкой, чтобы не было выхода с будки. В итоге до ситуации один в один, тем не менее, французская команда доводит этот раунд. И в 12-й уже начинается не так грустно. Потому что, во-первых, была бомба. Во-вторых, доказали сами себе, что можно перестреливать 3D Max'а вполне себе спокойно. Напомню вам, что счет первой карты в этом матче был самый, наверное, самый зарубный из всех полуфинальных и четвертьфинальных матчей. Ну, как видите, матч Na'Vi перенесли еще на полчаса вперед. Поэтому придется ждать. Может даже на Feltwork'е свериться, в принципе, с расписанием. Так, ну что, эпичный CS продолжается. G-Mix. Кеннис. Хорошая флешка. А, я теперь понял. Да, они тут все сделали в антимейн. Ну, вот то, что Frontex пустой, конечно, проблема, но MSR есть в ленте. И не справился с ССФом. Ой, жесть. Два с девятки. Ну, тут просто надо закрывать гранатами. Но, как видим, всего два дыма. Одна граната. Так, дым один пошел на мейн. Второй дым, чтобы либо продлить мейн, либо улететь на девять. Ложиться на девятку, чтобы не вышло выдевание. G-Mix напрягает каналки. Влетают флешки. Раус уже готов вылезти со скрипа. И видит право. Стрельба. Нет. Подводит. Пим. Ну, тут один в два. И понятно, что Киашима с плантами отпустит. Это уже интересно. 8-4. Клан Мистик берут лузовый минимум для себя. Но если... Опять же, я отталкиваюсь от их последних матчей на этой карте. И они предпочитали... Там, не знаю. Кровь из носа, сопли пузырем. Но 4 надо брать. 4-х атаки вполне здесь достаточно. Если у вас все в порядке с защитой. Много команд так играет. Много. С одной стороны, выглядит достаточно глупо. С другой стороны... Это просто знание своих возможностей, своих сил. Так, Кемис. Полоскал сейчас прострелом. Дачанин на эко. Летят со всех сторон. Ну, но застать просто плохо им не удалось. Шейзи не дали сделать минус. Пытаются простреливать поход к инсайду. Киашима минус рейлс. Ну, все медленно разбирается. 3D Max, в принципе, тоже не торопится. Вот, заняв определенные позиции на перспективу. Остается ни с чем. Эйзи. И не вывезло. Ну, тут Глейв просто сейчас, конечно, подрался. Посмотрите, Дигл-то все-таки какой. Посмотрите на ХП команды Клан Мистик. Я не знаю, как они вообще в живых еще остаются после этого. Но первый попал на 62-й тоже, третий больше, четвертый на 30. Ну, это жесть на самом деле. Как она есть. Как она есть. Что ж, 8-5. 8-5. 8-5. 8-5. И, по-моему, не, по-моему, сейчас уже становится понятно, что Кеннис внизу. Клан Мистик в этот момент спокойно спританули вилку. Сопротивления там от Эйзи особого не было, как и от Глейва. Его развалили под девяткой на вилке вообще спокойно. Ну, и флэш по факту готов. Правда, вот с длинного небольшой сюрприз, который закрывается тоже быстро. СФ. Ну, на два девайса. Все, везде есть перекрестный огонь. По сути дела, два в одного. Опять бедняга Пимп. Но на этот раз у него не АВП. У него есть ТКМ. Поэтому он попытается, наверное, нас сейчас удивить. Или нет? Нет, нет. Не будет нас удивлять. Он просто забирает свою снайперскую винтовку и спокойно отправляется ее сейвить. Ну, единственное верное решение. Клан Мистик берут аж шесть. Вот разговор был о четырех-трех раундах. В итоге это шесть. И, по-моему, 3D Max не готовы бороться на нюке. Как ни крути. Ну, и спрятался в самое просто непредсказуемое место. Так. Когда Na'Vi играет ТБА? Ну, посмотри в расписании. Na'Vi ТБА через 30 минут еще только. Я не знаю, чего вы там панику подняли. Вот сказал в начале эфира то, что после этой карты только-только стартует матч Na'Vi. А вы устраиваете какой-то экшен и продолжаете издеваться в комментариях. Завязывайте, ребята. Все же понятно и просто. Телтворк в помощь. Пак, Пимп. Просто Пимп какой-то опасный парень. Один на рампах, да еще и в упор гоняет. Я не знаю, почему он сраднюю закрыли. Минус Кеннис. Вот за что боролся. На той упоролся. Минус СССР великолепно сыграл на два фаза зума. На два выпада. Клан Мистик не зачитали его. Ну, надо было, наверное, не торопиться все-таки им выходить на рамп. А то вот это вот безукоризненное желание закончилось просто чистым меньшинством. А еще 50 секунд. Нужно, что за 50 секунд можно, конечно, что-то придумать. Но вас трое, вас трое против пятерых. Вполне возможно, уже кто-то есть в спине. Уже идет вот подозрительный чек инсайда. И тем не менее, Клан Мистик не сдает позиций. Харс остается на вилке. Разбивает каналки, но никто на него не ведется. Топает. Длины не заметил. Начинает действовать первый. Утимейты в этот момент проходят по улице. Есть в нуле. Ну, как-то невнятка, короче. В итоге Глэйв тупо падает, минусует Харсов. Все. Раунд для французов этот закончится, по-моему, уже понятно как. 9-6. 9-6. 215 раундов отыгрывают. В принципе, неплохо 3D Max за защиту. 9 хорошо, но было бы побольше, было бы получше. Но в итоге вот, оп, и минус 2 с сервера. Ого-го. Что это значит? Что это значит? На фоне какие-то вертолетные шумы. Да, вы их слышите. Я их тоже слышу, но это бывает. Пока нам не вернули гарнитурки. К сожалению, что-то с этим сделать тяжело. А вернуть нам их не скоро. Ну и камеру, конечно же, нашу любимую. Тоже забрали, увезли. Так. Кто выиграл первую карту? Угадайте с трех раз. 3D Max. Так. Ну и все, матч висит. Я вот не понимаю сейчас, что происходит. Так, а может даже и раньше стартанут. Я не знаю. Ребята, пока что заставка перед вами. Вот на матч на Ави, если вы не поняли, когда он начнется, пожалуйста. Опачки! И через 16 минут. Ну, я не думаю, что вторую половину доиграют за 16 минут. Я сейчас уточню. Так. Что же, что же, что же, что же там было? Слово ли. Так. Так, mouse reasons live in 90. Так, ну, ждем. Какое-то инфы вообще по этому поводу. Пока что тишина. Так, заходит обратно 3D Max на сервер. Как я вижу, да, это уже реди французы. И остается только плюс 1. Так. Ну, и сейчас зайдет пятый игрок. И будет, наверное, уже более-менее понятно вообще. Продолжат они играть или нет. Так, Na'Vi стартует или нет? Не, вообще жесть. Я вот так и не понял просто логики этого безумного дядьки, который руководит всеми процессами. По какой он вообще причине матч запас-понял? Зачем он его запас-понял? При том, что Maus, друзья, Reason, матч, который играется параллельно матчу Na'Vi, TBA, уже запустили. Это не кажется ли вам какой-то непоняткой? При том, что жесткой непоняткой. Так, ладно, я спрошу сейчас. Я просто напишу кому-то сновей. Так будет проще. Сейчас узнаем, что они делают. Они ничего не делают. Они тоже ждут и не понимают, походу, играть им или нет. Так. В итоге у нас есть только суслик в друзьях. Ну, давайте напишем суслику. Нет, есть еще Сизот, но он, походу, в оффлайне, как я понял. Спрашиваем Гвардиана. Так. Эх, и идем обратно в КС проверять вообще, что там 3D Max. Да, все нормально, вторая половина, друзья. Ну, давайте досмотрим эту карту. Смогут ли здесь 3D Max как-то выбраться. Пак Бимп минус GMX и Киашима минус Ралс. Вообще мощный выход. Клан Мистик приняли на 3 в 3 размен, 3 в 2. Вот Скрипт даже не догадывается о том, что Кеннис фокусит с девятки. Вообще безумная какая-то штука. И Бимп остается последний. Я не знаю, что он сейчас делает. Танцует какую-то непонятную чечетку. В итоге получает в бошку от SF и 9-7. Это камбэк будет. По-моему, это будет камбэк и будет третья карта в этом матче, скорее всего. Но я надеюсь, что после этой карты нам стартует матч новее. Потому что Ризан уже стартанули с немецким Мау Спортс. Так, ну что, пистолеты не взяли и от этого проблема. Французы 4 Фамаса, 1 Кольт. Так, МСЛ. Оп, прострелили. Не повезло. Попытка сыграть от Мэйна. Кеннис кроет. Ай-яй-яй. Как вот голова неприятная сейчас от Рейлза ушла. Он так хотел уже нажать левую кнопку мыши. Но Кеннис, между тем, его тиммейта за красным забрал. Сейчас еще будет один минус на Мэйне. Ну, ох, как он терроризирует просто с Юспа 9-8. Вообще без шансов для 3дмак закончился эко. В клан Мистик хоть хотя бы выходили, напрягали. А эти что-то вообще совсем заплыли. Веселые ребята. Веселые ребята однозначно. Вопрос только в том, что делать дальше. 16-11 идет пока что-то. Киашим и СФ 14-12. У Датчан по-прежнему. Ну, они, знаете, вечно позитивные парни. Вот энергайзеры, реально. Всегда на позитиве. А давайте с П-250 еще раз попробуем на этот нас на рампу. Кеннис убивает Глэйва. СФ. Ой, ой, ой. Раскатали кабину СФ и бегут с бомбой. На плент хотят, наверное. Не, ну бомбы здесь не будет. Все, 3дмак... План Мистик спустились. Тупо контрят вилку. Любая попытка пройти. Это, естественно, смерть. Плюс в спину залетает GMX, который вот так вот наказывает. 9-9. Смотрим девайсные раунды. Вполне возможно, что здесь будет такое же себе 15-15. Пока напоминаю, друзья, что матч Na'Vi стартует... Стартует примерно через 11 минут 0-5 секунд. Нам скажут вообще, когда он стартует, чтобы мы его не провтыкали. Все ждут, я понимаю. И вы это тоже должны понимать. Так, а вот завтра уже у нас интересная банда будет играть мимо Альтернейт. Вторые поляки для команды Альтернейт. Ждите, от двух польских команд улететь... Это надо постараться. Так, быстрый выход на плент. И видим, что Эйзи остается последний. Я вообще вот просто альтапнулся, чтобы посмотреть конференцию. Включил вам заставку, а тут 10-9. По-моему, клан Мистик решили быстро закончить вторую карту, перейти к третьей, чтобы забрать квоту себе. Но если 3D Max не проходят и не берут квоту вот прямо сейчас, то это можно будет назвать смело диагнозом. Просто диагнозом невезения. Знаете, этих парней приглашали на все топовые мероприятия, на все топовые чемпионаты. Они даже пытались играть в Старладдер, но были неуверены в том, смогут ли они приехать на лан. В итоге Старладдер остался после вот этих вот бездельников, бездатских команд. Их команда просто развалилась. И в итоге... Смотрите, какой прикол получается. Сейчас им тупо... Тупо либо квота, либо это будет бай-бай команда. Но состав сильный, должны брать. Ладно. Снова принимается улица. Товарищ Скарп вообще никак не лажает. Доводит сейчас на жиме Глейва. Очень четко их. Что-то от Харса. 9-11. 9-11. План Мистик, по-моему, в бодрости духа. Второй девайсный раунд. Вторая оружейка для 3D Max в атаке. Первую. Напомню вам, они проиграли. При том, что сыграли... Так, давайте посмотрим Кенниса. Что у него тут вообще... Ого-го. Ну тут вот так вот. Кеннис во второй половине. Решил, что пошли вы все. Я буду вас убивать. Красавчик. Красавчик, конечно, если не читер. Так, Глейв, Пимп. Смотрим на Пимпа. Он пытается найти себе с кем постреляться. Но мы знаем. Он сейчас ищет, конечно, несомненно, вот этого парня, который играет из-под девятки. Строго из-под девятки. У него даже нет желания, наверное, в эту позицию. И вот он, дымок. Надо что-то менять. Посмотрите, какая дырка осталась за красным ящиком. На улице не проходит. Кеннис дает рюкз. Сейчас кланмейстик тупо понимает, что здесь не будет быстрая улица никак. Скорее всего, игра на выжидание. Чекается девятка. Посмотрите, из дыма АВП. Кеннис уходит в суппорте трампам. Глейв готов зайти в мейн. Ложится дым на маяк. И 3D Max будет атаковать аплэнт мейн плюс будка плюс дверь. Дверь вообще взрывается. Влетают первые флешки. Отходит от них попытка убить фронтекс. Провал. Но будка подстраховала. А вот занять позиции кланмейстик не успевает. И 3D Max разряжается просто полностью. Правда, граната Кенниса. Ой-ой-ой. Отвечает MSL тем же. SF 1 в 3. Будки его ждут со всех сторон. Вбивает бомбу. Бим ждет на нуле. И ого! Пимп! Ну вот этот парень мажет всегда, когда не надо. В матче с SD на Fnatic League этот чувак так же увел просто свой зум. Он думает, что SF ушел. Бомба сниже. Пимп. Ай-яй-яй. На этот раз SF не проскочил. Так. Ну. 11-10. 11-10. Будут бороться, что я могу сказать. Итак, один раунд преимущества. Оставляют за собой клан Мистик. Выбрались из минуса серии. Огромной просто серии. Но вот со вторыми девайсами не справились. Здесь 3D Max чуть-чуть сейчас, конечно, поувереннее смогут выглядеть. Кеннис. Эйзи. Так. Ну, Кеннис вообще ничего не сделал. На улице просто потусил, потусил, убежал. Самое главное, пимпу убил. Правда, у Глэйва теперь есть ВП. И вот сейчас самая главная ошибка. 3D Max. Они идут с одним АВП на нижний плент, на который они уже не заходят в 60%, да может даже в 70%. И вот это АВП, оно на самом деле проблем доставит сейчас куда больше, чем бонуса. Хотя, вот если вот так будет все складываться, то хрен его знает. Но там нормально Хардс ушел. Ну и смотрим. Попытка не пытка, как говорится. Глэйв пытается играть с длинного. Но тут инфа уже прошла у французской команды, то что в длинном АВИК. СР ждет запирающего. Запирающий на самом деле играет на, а не на вилке, поэтому в этом вся соль. MSL на два девайса, изи. Изи-пизи. Ну и видим то, что дача ничего не сделали, а ВП свои роли не сыграли. Глэйв ничем не помог, подобрал коллаж. В итоге после свитч-девайса тупо получает пулю от Кенниса 12-10. И вот теперь нет денег. Нет денег, нет девайсов. Нет девайсов, нет квоты на Котовицу. Вот такая вот логика в этом матче. Все просто, по-моему, понятно. Итак, эко-раунд. Пока дача не напоминает просто кучку недовольных, знаете, таких маленьких существ в метр пятьдесят, которые стоят и кричат. Я все маме расскажу. Вот такие вот. На самом деле просто тянут время. Ну не, есть девайс у MSL, давайте смотреть, будут работать от него. Посмотрим, сможет ли этот парень сейчас как-то нас удивить. Пока не уверенно выступил на закрытом. Получил гранату, еще и прострел через железяку в голову. В канал Диминейшн сейчас был просто для его АКМ. АКМ, а денег, кстати, у MSL остается в порядке. Ну, две триста пятьдесят. Но должно быть на Галил как минимум в следующем. Ну и последний, кто бы вы думали. Да, господин АВП в длинном, который просто в длинный берет АВП. Если была бы базука, он бы ее взял, взорвал бы там всех своих. Мне так кажется. Хочется ему калаш. Хочется. Хочешь, не хочешь. Калаш не заберешь ты. Тринадцать десять. Клан Мистик впереди. Ну это ответ от клан Мистик, я так подозреваю. Мне даже думается, что в этой встрече будет третья карта как минимум. Напомню вам, что первую 3D Max с наисложнейшими усилиями, наистораниями обыграли своих оппонентов на овертайме. На втором овертайме со счетом 26-21 или что-то вроде этого. Я, дабы не соврать, просто проверю еще раз. 26-22 был счет. Ну и сейчас вот, если 3D Max сейчас не берут девайсы, то это... Ого! Ого! Мастер-класс от Кенниса сейчас был. Как держать рампы, SF. Ну все, здесь 3D Max просто прощаются со своей заветной квотой. За счетом 2-0 будут уже драться на третьей карте. Это будет Толь Дедас. Да, это будет Дедас 2. И там вот уже с клан Мистик будет очень сложно. Хотя не будем их списывать сразу со счетов. Потому что все-таки команда... Именно команда 3D Max в свое время играла... Ну вот именно этот состав там с Пимпом, Эйзи. Ну Эйзи не было. Был Глейв, был Пимп, был МСЛ. Вот это звено из трех человек. Она всегда вместе играла с приходом к CS GO. Напомню вам, что это всеми любимые и нелюбимые сурсеры. Которые появились. С новым КСом. Опять Кеннис пытается ловить в дырочки. Вот любит он. Он любит. Там, где узко, Кеннис попадает. Там, когда вот заходит в спину, у него не летит. Но это не так плохо, как Пимп, на самом деле. Который зумится и не убивает. Так, ну что. Хороший опен от Глейва сейчас был. Кеннис минус Глейв. Вот Пимп будет дергать Кенниса. Но пошел отсюда, говорит, Кеннис. Ну это 15 раунд для клан Мистик. Со всех сторон. Ну и все, ребятки. По сути, мы идем сейчас с вами смотреть матч Na'Vi. И на матче Na'Vi будет жарко. Здесь третья карта. В любом случае будет уже интересной. Такой же интересной, как первая карта Na'Vi TBA. Пока что мапул, друзья. Na'Vi TBA. Первая это Dust2, вторая Inferno. По сути, должны брать. Но так как это шведы, возможно, все закончится очень-очень эпично. Со счетом неприятным. Для Na'Vi или TBA. Но две светлые карты, опять же, это всегда риск. Вот третья Трейн, это уже интересно. Дикой винка матча. Темных карт еще пока в отборочных не было. И Трейн вряд ли кто-то брал. Но у шведов он явно сильный. Напомню вам, что состав шведов будет выглядеть следующим образом. Питер, Оук, Спидфайр, Экзем, Скиттен. Вот Майкель, он же Экзем. Серьезный соперник на Na'Vi в любом случае. Это молодая шведская команда. Такие всегда напрягают топ. Так, Киашима, Кеннис, Фраги. Ну все, 16-10, я так подозреваю. И да, да, мы идем смотреть матч Na'Vi. И я надеюсь, что вот-вот он начнется.